так ребята всем привет хотел я вам показать бои 2x2 против варвара и индивида но бой получился такой нормальный в принципе вот сейчас покажу вам их профиля кто не в курсе индивид практически половый то есть варвар насчет индивида я не знаю не знаю какой то у него каче я не видел по идее они скиллы по идее сейчас посмотрим в напарниках аферист 22 ранг в принципе у нас преимущество на 1 ранг очень хорошо что я выпал возле моря потому что у меня лего таркачин а у моего напарника нет ящики собрали нормально конечно нужно было и лучше но этого вполне достаточно чтобы тащить к сожалению море я с разверткой не взял не взял потому что развертка стоковая не качественная вот противник взял с разверткой против не вот напротив меня был варвар 22 ранг что-то мне показалось что это индивид двадцатый что-то у него викинги выдать не фуловые или то мне показалось вот короче на противник не распятал увидел что я делаю аллигатору и сам это и сам начинает выходить викингов в принципе это разумно вот индивид выходит в авиацию напарник мой выходит в яухам в принципе я играю против фарвара флот на флот а вот напарник мой против индивида посмотрим что с этого получится думаю на примотать такое кстати у меня развитие дельта фуловая раскидала всех моих стрелков стандартный выход в яхам ничего такого особенного нет в принципе все по красоте тем временем я вот наклипал аллигатору уже фулового третьего штаба ну я вот говорю напарнику давай уже нападать не вот тут тут я спросил где кричит потому что разве . то нам нужно и короче вы решили без кричита нападать кстати варвара выстраивал своих викингов вот здесь вот я вот поехал вот в край базы карты и вот решил с этой вот сюда поплыть мне показалось что это будет получше и вот я вот встречаю викингов которые пытались на меня напасть тут вот пошла такая вот перестрелка морская заруба тем временем аферица ехал на базу к варвару убил ему штаб я не знаю как как от индивид это прозевал тем временем викингов мы убили потерю меня очень мало я не знаю чем это связано и дать очень плохой контроль был у варвара дать очень плохо управлял ну принципе можно было ее хам не потерять ну что аферис отвлекся вот пошли поехал он уже на индивида индивида тут торы торы это опасность тем временем я вот прорываясь сюда чтобы убить ему струющий струющийся в штаб электростанции это контроль три викинга еще остались в живых видно что база армии никакой толком нет основном в основном несколько тору вертикс ракетки один рад был бы щит и думаю были бы у нас проблемы мы все как бы идет добывание а вот щит есть что он непонятно куда его от сам отвлек ну в принципе все такой бой ставьте лайк и подписывайтесь всем удачки всем пока это уже просто добывание базы противники сдались всем пока